Добрый день, дорогие друзья! С вами канал FDO TV и сегодня гостем Федерации Футбола Днепропетровской области стал капитан команды «Партиза». Команда принимает участие в пятой линии чемпионата города по мини-футболу. Сергей, для начала скажите пару слов о себе и о том, что для вас футбол. Да что о себе сказать. Всю жизнь занимался футболом, бегал, болел, фанател. За Днепр болею всю жизнь с 83-го года. Ну как-то футбол это часть моей жизни, поэтому без него никак никуда. И в трудные минуты футбол помогал где-то там собраться, выжить, наверное, даже так. Так что футбол часть моей жизни. Расскажите о команде, как долго существует коллектив, какая была идея сознания. Ну изначально в 2014 году мы собрались как фанатская команда, принимали участие в турнире фанатов Днепра. Вот как бы это были первые шаги нашей команды. Ну на тот момент мы не думали вообще о серьезности мероприятий, создания клуба. Так просто влезло у нас. Команды принимали участие под определенными названиями. Были каратели, киборги. Ну вот мы стали партизанами в тот момент. Заняли третье место в первом турнире, третье место во втором турнире. Бегали сами по себе, по каким-то дням собирались. Ну в конце концов неплохая идея создания турнира Либерта появилась. Да, и мы подумали и решили все-таки принять участие в этом турнире. Тем более отзывы хорошие слышали и о организации турнира, и о проведении ее. Решили собраться фанатской командой. Собрался костяк фанатов. И изначально мы позиционировались в турнире как фанатская команда. На энтузиазме и духе таком, и характере первые турниры проводили. Очень даже нам понравилось. Ну вот с тех пор играем. Сейчас команда немножко реорганизовалась. Стало немного тесновато нам в одном коллективе. Мы клонировались. Сейчас у нас два коллектива. Не исключено, что в летнем кубке мы тремя уже выступим. Осенью четыре будет. Вот так развиваемся потихонечку. И все дело в том, что у нас жизнь партизана не состоит только в принятии участия в турнире. На данный момент в чемпионате города Днепра. Мы ведем активную фанатскую жизнь и поддерживаем Днепр. И у нас очень много всяких турниров проходит. В общем, развиваемся потихонечку. А скажите, почему не выбрали какое-то другое название этой команды? Почему так и осталось? Я же говорю, как-то нет. Почему осталось именно партизан? Ну, изначально партизан был. Это название в сердце осталось. И никуда от этого названия не деться. Что еще можно? Невозможно другого названия придумать. Нет другого названия. Партизан новой теницей. Ну, вот так. Скажите, можете как-то прокомментировать первые пять туров? Что больше всего запомнилось? Ну, все дело в том, что команда у нас начинает обретать какие-то черты. Да, у нас появляется костяк команды. В принципе, костяк был сформирован еще в первом партизане. Несколько человек, 5-6 человек у нас, которые пришли из партизана, они являются костяком этого клуба. И мы решаем, как лучше развиваться дальше. Становление происходит коллектива. Вливаются новые люди к нам. К сожалению, мы не смогли рассчитывать на тех ребят, которые изначально планировали играть за партизан. Ну, по тем или иным причинам. Разные причины у людей. Поэтому сейчас у нас собирается только коллектив. Идет становление. Ну, несмотря на это, я считаю, мы неплохо сейчас играем. У нас команда одна из самых забивных. Несмотря на то, что больше всех пропускаем, но это такое дело. Вратаря у нас, к сожалению, нет такого, как был в партизане и есть в партизане Дворниченко. Ну, и занимаемся поисками вратаря. Я думаю, мы найдем ко второму кругу, подготовимся. И задача у нас стать чемпионами в этой сумасшедшей пятой лиге. Считаете ли вы какую-то команду в пятой лиге фаворитом? Да, я думаю, партизан. Ну, мы приобретем свою игру, там будет видно. Мне кажется, лига более-менее равная. Те же гризли становились когда-то чемпионами, по-моему, весной или осенью. Осенью, в шестнадцатом году они становились чемпионами. С Меридианом мы играли в первом турнире. Они заняли, по-моему, если я не ошибаюсь, третье место в первом турнире. То есть, ну, команда более-менее... Фабритекс, мы с ними все время попадаем. Когда они были, как их... Сириус команда была, да, они немножко изменили название. С Сириусом постоянно попадали в одну лигу. Очень даже сильные ребята там есть. Кто у нас еще есть? Ну, в принципе, равная лига. Каждый может претендовать на чемпионство. Это по итогам пяти туров. Я думаю, каждый может дозаявить каких-то игроков и, в конце концов, стать чемпионом. Смечите ли вы за другими лигами? Конечно, обязательно. В первую очередь слежу за шестой лигой. Но очень переживаю за партизан. А какая, возможно, вам команда импонирует? Да, импонирует. Атлетик на данный момент играет в первой лиге. Есть у нас знакомые там играют. Ребята, которые, по идее, изначально должны были играть в партизане, они играют в первой лиге в атлетике. Они неплохой коллектив. Я думаю, что им по силам быть чемпионами первой лиги. И, например, так скажите, есть ли у вас какие-то предложения, которые можно использовать? Предложения неплохо. Неплохая идея была бы видеообзор тура, например. Всех? Видеообзор включать. Интересно было бы записывать на претендент на лучший гол, например. Гол тура, гол месяца. Привлекать каким-то образом зрителей нужно. Посещаемость не ахтить, мне кажется. Есть ли у вас группа поддержки? Конечно, есть, но мы ее еще не пользуемся. Мы в первом турнире, в котором мы принимали участие, мы взяли кубок самой посещаемой команды. К нам приходили наши фанаты. Группа поддержки футбольного клуба Днепр была. Палили фаера, дымы, все. Бомера, текстовики, все как нужно. Как на настоящем футболе. Заряд был очень серьезный, хороший. Я надеюсь, будут и зрители, будут и хорошие матчи, будут и эмоции, и все остальное. Тем более, чемпионат города сейчас. Либертад объединился с федерацией футбола. Сейчас единый чемпионат города проходит. Я думаю, это будут интересные команды. Тем более, 80 команд, это не всем под силу потянуть. Очень хорошо, что ребята этим занимаются. Спасибо им большое. Есть у нас спонсор, хорошая организация. Тату-салон, тату-мания. Хорошие люди, хорошие мастера. Откликнулись. В принципе, Евгений Коширкин. Тоже из болельческой среды. Он ездил раньше на матчи Днепра. И пересекались мы и на стадионе с ним. И постоянно интересовался, как там вообще команда поживает, как может быть чем-то помочь. Я говорю, ну не вопрос, давай. Будет спонсором, все, без проблем. Человек ответственный. Сейчас, благодаря ему, мы нормально себя чувствуем. Вот так. Ну и ищем еще спонсоров. У нас на футболках много места. Так что... А скажите, не мешает ли вам то, что ваша команда болеет КМП за Днепр часто ездить на матчи и принимать участие на чемпионате? Да, к сожалению. Бывают такие дни, когда совпадают матчи партизана и Днепра. И не знаешь, блин, сердце разрывается. За кого же все-таки больше переживать. Я во время выездов, постоянно на телефоне, как ребята играют, больше переживаю, наверное, чем в некоторых моментах за Днепр. Если честно, ну так. И радуюсь больше результату, наверное, партизанов в данный момент, чем в Днепра. Да, у нас 4 человека, которые активно поддерживают Днепр, катают за Днепр. Вот. Ну, я золотой сезон катаю. Это значит посетить все матчи Днепра. И гостевые, и домашние. Поэтому вот у меня так сложилось, что не во всех играх могу принять участие партизанам. Ну, пожалуйста, спасибо большое. Спасибо вам. Желаю вам удачи, достижения этого цели. И вам развития футбола, благополучия турниру. Дай Бог, чтобы все было хорошо и мирное небо над головой. Спасибо. На этом, зрители, мы с вами прощаемся. С нами был капитан команды партизан. С нами был капитан команды партизан. Спасибо. 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 Спасибо.